Приветствую вас Елена. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще есть три, наверное, основных момента, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Первый момент это то, что вы хотите справиться с определенной ситуацией, которая у вас произошла. Что значит справиться с определенной ситуацией, да? Справиться с определенной ситуацией скорее всего значит эту ситуацию как-то вот подавить, как-то забыть, как-то для себя это объяснить. Но не прочувствовать, не прожить. А то, что с вами происходит, на мой взгляд, очень важно именно проживать, а не справляться с этим. Поэтому первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание, это именно на то, что вы движетесь немножечко не в том направлении. Вы бы на этих ситуации справляться. И мало того, что вы пытаетесь с ситуацией справляться, так вы еще к тому же и у нас просите в этом помощи, чтобы мы вам помогли с этой ситуацией справиться. Я думаю, что здесь главным моментом является то, что вы нацелены не на человека, а на семью и на некоторые условные серьезные отношения. Потому что вам важно, вероятно, чувствовать себя определенным образом. А именно, я бы сказал, вам важно чувствовать себя, скорее всего, защищенным. А так вы себя защищенным не чувствуете. Так вы себя чувствуете, скорее всего, уязвимым. Еще у вас, видимо, есть такая позиция, что я должна создать семью, должна построить серьезные отношения. Потому что иначе, если я этого не сделаю, то какая-то я, наверное, не такая. Что-то со мной, наверное, в таком случае не так. Потому что, вот, то что вы в себе копаетесь, ну, ну, вот, то что вы пытаетесь увидеть, вот, причину, почему, почему вам, ну, ну, мужчина отказал. Ну, вот, и, то что вас это гнетет, прям, как вы говорите. Это вот, как мне кажется, именно про ту историю, что вам нужна, и нужна довольно сильно семья, без которой вы себя чувствуете, ну, вот, какой-то не такой, повторю. За этим, за этим, что важно, за этим теряется человек. Как бы, самого человека за этим вы уже не видите, не чувствуете. Не так он, не так он, не так он, сам человек, важен становиться в таком случае. В случае, когда вы ориентированы на что-то конкретное в отношениях. Потому что здесь и определенные требования появляются к характеру отношений, не к самому человеку. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Здесь появляются требования к отношениям, вот, и здесь появляется некоторая искусственность, которая, как правило, всегда мешает построению отношений. Там еще отношения строятся естественным образом, отношения выстраиваются абсолютно естественным образом, вот, и отношения не выстраиваются с совместным целевым поведением. По крайней мере, отношения гармоничные и качественным, в которых люди могли бы быть по-настоящему счастливы, свободны, естественно, раскованы и так далее. В вашем случае, к сожалению, о таком речи не идет, вот, и, соответственно, соответственно, на это я хочу в первую очередь обратить ваше внимание. Что вы хотите чувствовать себя защищенной, это раз. Два, вы хотите доказать, что вы достойные цены, и поэтому вас должны взять в жены и, ну, плюс-минус как-то вот воспринимать адекватно. Вот. Вот. И, три, вы болезненно реагируете на то, что мужчина вам отказал, потому что этим самым он, получается, ставит под сомнение ваши цены. С этим самым он, получается, ставит под сомнение то, что вы важны и значимы, то, что вы цены, то, что вы достойны. А вы в этом и так, в принципе, как мне кажется и видится, сомневаетесь. То есть вы уже об этом сомневались, когда отношения начали выстраивать. Во. И, соответственно, видите в себе проблему, ну, видите в себе проблему. Вот так. И, соответственно, из такого состояния своего, вы, скорее всего, будете притягивать мужчин. Ну, вот, не слишком серьезно вы будете притягивать мужчин, которые не очень, а вообще готовы к отношениям. Вот. И, в итоге вы просто подтверждаете для себя свою позицию, как мне кажется, относительно того, что мы не достойны быть в отношениях. Вот. Конечно, я что-то из этого, вероятнее всего, додумал. Понятно, что что-то из этого я немножечко усилил, что-то я здесь вне всякого сомнения утрирую. Это правда. Это правда. Вот. Но я делаю это совершенно осознанно, потому что мне кажется, что по-другому довольно-таки проблематично будет донести до вас мою мысль, которая заключается в том, что вы пытаетесь решить некоторую свою проблему через мужчину, через человека, другого человека, у которого, в свою очередь, тоже есть набор проблем. Ну просто потому что все мы такие вот люди. У нас у всех есть свои трудности. Это, в принципе, на мой взгляд, абсолютно нормальная история. Вот. Обратите внимание на еще один, как мне кажется, важный момент. Вам человек говорит о том, что он не готов сейчас к серьезным отношениям. Говорит он вам это, на мой взгляд, честно. Он честно признается вам, что к отношениям не готов сейчас и не хочет сделать вам больно. А вы говорите ему в ответ, что когда ты будешь готов, будет поздно. То есть вы здесь, на мой взгляд, прибегаете к манипуляциям. Вот. Вы пытаетесь манипулировать человека. Пытаетесь искусственно, как мне кажется, повысить свою цену. Вот. Полагается демонстрировать такое, такое, ну, такое, такое сообщение, ну, мужчине, вот, что ты меня можешь потерять. При том, что отношений между вами, я так понимаю, еще не было. Вы сами сказали, что там, не до интима, не до даже поцелуев, ни до чего такого не дошло. И у вас уже, по всей видимости, были какие-то ожидания от человека. Понимаете, приходить в отношения с определенными ожиданиями, пожалуй, худшее, что вы можете для себя самой сделать. Вот. Потому что это прямой путь к разочарованию. Вот. Вы или будете смотреть и двигаться в сторону того, чтобы не иметь ожиданий. принимать людей такими, какие они есть. Или вы будете наталкиваться практически всегда на, вот, разочарованию. Вот. Потому что, чем выше ожиданий, тем более разочарований. Таков, к сожалению, закон. Понятно, что бывают включения, но, как правило, это так. В общем, важный момент, что вы рассматриваете, как что-то, что именно вы сами сделали не так. То есть, иными словами, вот, если я испытываю до этого человека, то, значит, я поступила как-то, вот, вообще, плохо, ужасно, ну, что-то сделала не так, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот. То есть, это ваша привычка. Привычка себя бить в ад. Привычка себя винить за ошибку. О, мать, какая штука. Тяжело вам в такой ситуации, конечно же, жить. Очень тяжело вам в таком напряжении находиться, как мне кажется, когда удача или неудача в построении отношений прямо влияет на то, как вы к себе относитесь. Я бы хотел вас спросить ещё один, как мне кажется, важный момент. Вот. А именно, вы мужчин, вот, мужчин. Каким образом выбираете, ну, то есть, как вот вы выбираете, с кем, условно говоря, сближаться. Вот этого мужчину, например, как вы выбрали. Вот. До этого, если у вас опыт был, поделитесь, пожалуйста, информацией о том, как вы это делали. То есть, ну, как вот вы выстраиваете отношения с мужчинами. На основании чего вы, иными словами, это делаете? Вот. Я бы сказал, что, я бы сказал, что, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что ни много ни мало, от этого зависит то, как дальше будут выстраиваться ваши отношения с ним. И от этого во многом будет зависеть то, как мы, психологи, сможем вам помочь, и сможем ли. Вот. Вот. Как-то, пожалуй, так. Я думаю, что вам ни в коем случае не нужно понимать мой ответ. И мои мысли, как то, что стремиться к семье плохо. Нет. Стремиться к семье неплохо. Стремиться к семье хорошо. Но, когда вы именно готовы дать семье, то есть другим людям что-то что-то, в этом случае да, в этом случае безусловно можно стремиться к семье. Но, пожалуйста, обратите внимание, что вы, когда вам человек отказал, начали думать, что со мной не так. И это свидетельствует о чем угодно, только не о том, что вы готовы дать что-то в семье. Потому что, пока что, вам, на мой взгляд, довольно сложно давать что-то себе. Пока что, на мой взгляд, вы себе не можете дать, например, любви. Вы себе не можете дать, например, принятия. Вы себе не можете дать, например, какого-то спокойствия. Да, и не в зависимости от, условно говоря, ну вот, реакции другого человека на ваши действия или на свои действия. Вот. И мне кажется, что, пока это так, семью вам создавать несколько преждевременно. По крайней мере, если подумать о, допустим, детях или если подумать о том, как вы будете устраивать отношения в этой семье. Вот. Я бы сказал, наверное, как там вот так, каким-то таким образом. Вот. То есть, впервые нужно решить свой внутренний конфликт, впервые нужно решить свои внутренние противоречия или хотя бы идти по этому пути. А дальше уже двигаться в направлении получше как бы давать, ну, учиться давать в отношениях людям, что там. Вот. Вот примерно такой ответ хотелось бы вам дать с точки зрения психологии. Как видите, как видите, и я надеюсь, это понятно, вам не нужно справляться с ситуацией. Мне кажется, вам нужно ее изучить, изучить свои чувства, свои проживания в этом. Какой конкретно конфликт вы решаете в ситуации, когда вас, например, гнетет вот отказ человека? Какую конкретно вы пытаетесь решить проблему? Это ведь, это ведь важный момент, как мне кажется. Но если вы не отдаете себе отсчета в этом, в том, что эта проблема, например, наличествует, допустим, у вас, то мы сталкиваемся с трудностью, к сожалению. И, что важно, сталкиваемся с тем, что вы как бы застреваете в определенном состоянии, в определенной проблематике. Понимаете? Вот. Чтобы этого не было, чтобы этого не происходило, нужно учиться свои чувства проживать. О чем, в принципе, и пытаюсь вам сказать, я на протяжении всего своего ответа. Да, безусловно, больно, когда кто-то нам отказывает, безусловно. И грустить, по этому поводу, совершенно нормальное, совершенно нормальное явление. Грустить, по этому поводу, переживать, по этому поводу, абсолютно норма. Но вопрос в том, что дальше мы делаем с этими чувствами. Как мы с этими чувствами дальше работаем, как мы обмочимся к этим чувствам. Вот. Понимаете? Вы, пока что, на мой взгляд, просто застреваете в ощущении, что, вот, со мной что-то не так. Вот. Пока что. Вот. И... Всё. Вот. Ну, вам это, очевидно, ничего не даёт. Вот. Очевидно, что больше от этого вы страдаете, нежели чем что-то получается. И, очевидно, что, наверное, это у вас не первый такой опыт, когда мужчина как-то вот отклоняется от вас. Мне кажется, что это очень важный момент во взаимодействии с человеком. Вот. Мне кажется, это очень важный момент. Понимание вот этих вот аспектов, на которые я вам, надеюсь, указал. Вот. Я уверен, что не все вещи будут вам легко понять. Я уверен, что какие-то вещи будут даваться вам сложным, может быть, даже с сопротивлением. Потому что я, ну, я чувствую, что вы такой достаточно скобанный человек. Вот. И... Вероятно, вероятно, механизмы сопротивления у вас работают достаточно хорошо, активно. Вот. А... Ну, надеюсь, вы меня поймёте правильно, максимально правильно. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поэтому я говорю. Продолжение следует...